Этот урок будет быстрым и простым, так что пристегнитесь. Вызовем функцию факториала с циклом while. Когда мы работаем с переменами, мы часто поступаем так. Меняем их значения, прибавляя к ним что-нибудь или умножая их на что-то. Или просто прибавляем или вычитаем единицу. Как и во многих других языках программирования, в JavaScript есть для этого упрощенные формы. Вместо result равно result умножить на counter вы можете сказать result умножить равно counter. Результат будет тот же самый, это просто способ сократить запись. Точно так же вы можете поступить со знаками плюс, минус и разделить. Добавление единицы к переменной тоже очень типичная операция, поэтому вместо counter равно counter плюс один можно записать counter плюс плюс. Также и для минуса. Counter равно counter минус один равносильно counter минус минус. Это операторы инкремента и декремента. Есть два их вида, проще понять это на примере. Если вы поставите плюс-плюс после имени переменной, это постфиксная нотация, то фактическое сложение произойдет после того, как значение вернется. Вот почему b тут равно 3, оно получает значение перед тем, как меняется a. Если же вы поставите плюс-плюс перед именем переменной, это префиксная нотация, то фактическое сложение произойдет перед тем, как значение вернется. Вот почему b тут 4, оно получает значение после того, как меняется a. Но в конце в обоих случаях a становится 4. Здесь не имеет значения, используем ли мы префиксную или постфиксную нотацию, когда инкрементируем counter, потому что значение больше никуда не записывается. Этот код немного проще и короче. Иметь цикл, этот повторяющийся код со счетчиком, контролирующим повторение, распространенный в программировании прием. Поэтому кроме цикла while существует цикл for. В нем есть встроенные счетчики. Вот та же функция фактириала, но с циклом for вместо цикла while. Здесь три момента. Первое. Инициализация счетчика. Второе. Условия цикла. Так же, как и в цикле while, этот цикл будет повторяться, пока это условие истинно. И третье. Обновление счетчика. Как менять счетчик в каждом шаге. А затем следует тело, код, который будет повторяться. И в нем нам не нужно менять счетчик, потому что он будет меняться благодаря этому выражению сверху. Пришло время использовать все эти навороченные знания и написать код. Переходите к тесту и упражнению прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok